Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров ESP8266. И сегодня мы с вами попробуем уже с применением операционной системы реального времени FreeRTOS и также продолжая тему передачи данных по беспроводной сети, передать какие-то осознанные данные. Для этого мы воспользуемся транспортным протоколом UDP, так как для этого в SDK всё имеется в наличии и нам не потребуется самостоятельно формировать наши пакеты. На данном уроке мы попытаемся сочинить прост МК UDP-клиент, который будет передавать в сеть на определённый адрес и порт, постоянно инкрементирующийся 16-разрядные знаковые величины. Мы уже писали UDP-клиент в уроке пятнадцатом, только теперь будет ряд отличий. Во-первых, использование операционной системы, что даёт нам ряд преимуществ, я даже не буду называть каких имен, это и так понятно. Во-вторых, мы будем передавать числа, а не строки. А в-третьих, я считаю это главным, мы будем использовать уже не библиотеку ESP-con, а библиотеку LWIP. Из занятий по контроллерам STM32 мы прекрасно знаем данную библиотеку, мы пошли по ней очень много уроков. Знаем, что в данной библиотеке существует три различных интерфейса. RAW, Netcon и Socket. Работали мы с ними со всеми, все их прекрасно знаем. Поэтому нам в данном уроке потребуется лишь грамотно объединить наши знания для достижения цели. Использовать мы будем интерфейс Socket, который, как я считаю, программируется легче остальных, а также в нём всё уже настроено, что касается протокольных потоков, которые в других интерфейсах нужно распределять самостоятельно. Режим мы будем также использовать станцию, а подключаться мы будем либо к роутеру, либо напрямую к смартфону. Ну, мы будем к роутеру подключаться. Вы можете напрямик туда, куда вы собираетесь передавать, где у вас сервер подключаться, если он не у роутера. Доходясь в одной сети, пожалуйста, не обязательно нужен роутер. Ну, соответственно, настроив в нём также точку доступа. Кстати, я набросал небольшую утилитку для мониторинга сетевого трафика, которая работает пока как UDP-сервер, ну, имеется в виду приложение для андроида, и принимает она и отображает на дисплее только 16-разрядные цифры, что и требуется для нашего урока. Ну, потом будет это всё там совершенствоваться. Также подобная программа ко мной была написана под операционный систем Windows. Схемой нашего урока также будет обычная отладочная плата ESP NodeMCU, подключенная к порту USB-компьютер для последующей заливки ПО и мониторинга различных состояний в терминальной программе. Плата данная уже подключена была к ПК, поэтому уберём это всё в уголочек. Ну, а в основном нам вид её нужен будет только для того, чтобы следить за свечением светодиода, что у нас всё соединилось. А так вообще на неё и можно не смотреть, ну, поэтому я её уменьшу и пусть она в уголочке лежит. Теперь, соответственно, раз мы так много с вами знаем, то возьмём за основу проект из урока 22-го, вот такого вот Wi-Fi STA, нет, не STA, вру, Wi-Fi AP RTOS, потому что там в STA ещё не все были, в общем, не всё было у нас настроено, не всё написано, а более универсальное у нас находится вот в этой, вот из урока 22-го. И создаём из неё вот такой вот проект. Как создавать проект с проектом мы прекрасно знаем, поэтому я не буду объяснять, мы сразу же откроем и будем всё здесь с вами делать. Откроем первым делом вот этот вот конфиг, потому что нам не только точка доступа с вами потребуется, но и ещё кое-что. Точка доступа, у меня вот так вот, у роутера, но это я временно назначаю, на самом деле никто у меня под окошком не сядет, посмотрев урок и не подключится, потому что потом я всё меняю. То есть открыли мы user-config.h и в общем-то сейчас мы добавим несколько ещё макросов требуемых. Ну, нам же нужен ещё и IP-адрес сервера, к которому нам подключаться, но это пока будет у меня временный такой IP-адрес. Но так как мы будем подключаться к смартфону, давайте я сейчас его открою. Надеюсь все знают, где в смартфоне смотреть IP-шник. Я буду использовать обычный способ через камеру, не буду в общем видео на самом смартфоне захватывать, потому что мы особо немного будем с ним работать и поэтому нет мне смысла заморачиваться, загоняться ещё монтажом видео ещё со смартфона. Не хотелось бы этим заниматься и так тут дорожек много. Во-первых, программка. Как её найти? Ну, будет QR-код. В конце странички с текстовой версии также есть и ссылочка. Вот. Вот так вот наберёте, если вам не QR-код, не ссылочка. TCP, Udb и мой, ой, сейчас, вот так вот, vlad, подчёркивание, embo. Это мой аккаунт разработчика. И найдётся данная утилитка. Ну, она сейчас может и не найтись. А, ну вот она, вот такая вот. Вот вы её как узнаете. То есть, тут вот UDP и TCP. То есть, пока там никакого TCP нет. Это всё планируется. Ну, вот такой вот ярлык, если что. Скачиваете, устанавливаете и будет у вас там сервер. То есть, вот она. Вот он ярлык. Вот она программка. Нажимаете и всё. И пошёл он принимать. И потом ещё будет передавать. Но сегодня мы будем с клиента только передавать данные. Вот. Теперь айпишник. Посмотреть легко. Я надеюсь, все мы знаем как. Вот у нас тут Wi-Fi. Вот у нас тут куда подключено. Почему-то у меня тут без доступа в интернет. Ну, вообще должно быть обязательно подключен к одной и той же сети. Сейчас мой неправильный пароль. Вот. Вот такой же Asus 444. А, вот теперь всё. Ну, это бывают такие глюки на девятых-десятых андроидах. И вот мы видим здесь вот в Wi-Fi зайдя аккуратно по птичке, что 192, 168, 1140. Вот так. То есть, поэтому мы здесь вот с вами настраиваем аналогичным образом. 140. Клиент, вернее, порт сервера будет 4 тройки. Порт клиента будет 4 четвёрка. То есть, обязательно 4 тройки. Иначе работать не будет. Он настроен на 4 тройки. Там пока не регулируется ничего. Я пока туда лишнего не добавлял. Всё будет постепенно совершенствоваться. Я имею в виду про приложение. Ну вот, здесь всё. Теперь переходим в Main C. Так как мы помним, что проект Донор был с точкой доступа настроен. Поэтому комментируем точку доступа. Почему комментируем? Чтобы у нас универсально было, чтобы в любой момент мы превратили в точку доступа. Затем для того, чтобы нам работать с библиотекой LWIP, нам нужно будет ещё ряд вот таких вот добавить в библиотек. Они на самом деле видятся, но подчёркиваются. Я надеюсь, вы понимаете почему. Потому что нужно показать, где они лежат. Заходим в Properties нашего проекта. Заходим в CC++, Patchen Symbols, GNU. Ну и они... Сейчас я вот тут вот скопирую, чтобы мне заново весь путь не писать. Затем add. Пишем LWIP. Опять копирую. И ещё одно добавляю. Нет, не edit, а add. Опять LWIP. IP версия 4. Вот так вот. IPv4. Всё. Apple Close. Соглашаемся. И всё. Вот это вот у нас становится красивым. Затем идём в Wi-Fi точка C. Там также мы должны превратить наш проект в станцию. У нас же там точка доступа была. Поэтому комментируем вот это. Ну как станция настраивается, мы знаем, да. У нас урок по станции был. Тут проблем нет у нас с ревердиозом. И также стоп нам нужно не станцию. А стоп, наоборот, нам нужна точка доступа. Вот и всё. То есть мы сделали так для универсальности. То есть в любой момент вот это комментируем, вот это, вот это, вот это, там в main. А вот то, что закомментировали, раскомментировали, стала точка доступа. То есть клиент, он может работать также успешно и на точке доступа без проблем. Теперь добавить нам надо будет функцию для ещё одной задачи, из которой мы будем передавать пакеты постоянно. Как я и говорил, инкрементирующихся данных. В данной функции мы добавим с вами хитрые переменные. Надеюсь, знаем мы, что это такое. Это во FreeRTOS для продвинутой задержки, которая отсчитывает время не от того, где она, вернее как, а она отсчитывает точные периоды. Учитывая то, что там ещё есть какой-то код, и она этот код не считает. То есть она один и тот же код с равными периодами будет запускать. Поэтому нужна вот такая переменная, затем небольшой символный массивчик, потом символный массивчик для адреса IP и идентификатор сокета, ну или дескриптор, целочисленные переменные. Ну, кто с сокетом работает, то я надеюсь понятно, зачем это надо. Так, ну и похвалимся сразу в терминальной программе, что мы начали с вами создавать сокет. Объявим переменные структур для адрес клиента сервера. Хоть у нас адрес клиента, он и неизвестен, то есть тут, как сказать, какой будет, такой будет, но он нужен. Переменная нужна структура. Затем попытаемся мы создать наш сокет, вот таким вот образом, то есть через проверку. Если сокет у нас будет меньше нуля, то это значит, что-то не то и сокет not created. Что-то у меня вот не видится вот эти вот штучки. А, видит, потому что надо было хотя бы раз собрать проектик, чтобы понялось то, что мы вот тут вот подключили. Всё. И то есть если это не получилось, мы с вами пишем, что сокет not created и удаляем, вернее уничтожаем нашу задачу. Если всё успешно, мы двигаемся дальше. Забьём нулями все наши структуры, вернее переменные наших структур для клиента сервера и заполним пока информацию о клиенте. Ну что же тут в информации? То, что мы используем IP версии 4, то, что мы используем любой адрес Any. Можно посмотреть там всё это обыкновенные нолики. То есть если нолики, то интерфейс сокет будет считать, что любой адрес здесь годится. И порт у нас. Ну порт, понятно, у нас четвёрки. Как я это делаю? Я надеюсь, вы знаете, да, что я путешествую по переменным и по макросам. Я control удерживаю и макрос или переменная становится ссылкой. Ну и функции тоже. Вот. Htons. Надеюсь, знаете, да, что такое это переворот байтов старшего-младшего. Ну и аналогично мы... Вернее, не аналогично. Пока-то аналогично. Нам нужно теперь... Мы сокет-то создали и переменные структуры проинициализировали. Теперь надо это всё дело связать. Вот такая есть функция bind. Мы с сокетом связываем наши вот это вот все поля. Если опять же что-то не так, то пишем не связался у нас сокет с нашими структурами и удаляем задачу и пишем об этом в терминал. Ну а если всё нормально, то пишем, что сокет binded. Ну вообще, сокет воз, binded. Ну я не стал париться с этими всеми формальными подлежащими и сказуемыми. Формально сказуемые тут нужно. Если был, если сейчас там он создан. Да, был воз создан. Ну хорошо. И тут всё наподобие. Такой же протокол. То есть и у нас мы уже чётко адрес задаём. Это вот так делается. Есть такая функция. Она там извлекает, в общем, вернее не извлекает, а она делает вот что. Она глядит в строку и делает из ней удобоваримую для дальнейшего использования нашей структуры, нашего поля, то есть переменной структуры. Ну и сервер порт показываем. То, что мы собираемся соединиться с 3333 портом. Так. И запишем время в переменной для задержки. Тут у нас уже начинается задержка. И теперь вот в этот момент, от этого момента будет уже отсчитываться задержка. То есть если уже тут, например, мы 10 миллисекунд зададим, если к этому времени же прошло 5 миллисекунд, то останется пройти столько времени, сколько будет до достижения 10 миллисекунд от того времени, как тут мы уже были. Теперь передаем наши пакетики. Вот. i от нуля и i инкрементируется. Здесь не будет у нас условий, то есть он может сказать будет бесконечный цикл. Ну, так как бесконечно не может инкрементироваться это шорт. Вот этот вот у нас. Где у нас шорт? Ну, шорт, конечно. Вот он, шорт. Он будет до 32767, а потом будет минус 32768, минус 32767 и так далее. И так по кругу будет гоняться. Вот такую цифру мы будем на сервер передавать. Как передаётся цифра, мы будем указатель на память, где хранится наша цифра. Передавать. Ну, знаем мы как это делается. В НРФ мы делали много где делали. И вот здесь как раз наша задержка. И она будет чётко тут, в общем, не обращая внимания, что вот это уже пройдёт. То есть будет отсчитывать 10 наших миллисекунд, которые мы задали именно прям вот с этого времени. Тут мы можем понаписать много. Ну, понятно, если пройдёт больше, тут уж ничего не сделаешь. Ну и дальше мы с вами по традиции обязаны отключить, по окончании функции нашей вот этой вот задачи, отключить сокет, то есть закрыть его и всё вот это проделать. Хотя мы сюда никогда не попадём, но просто для традиции вот это всё добавим. А то когда-то будем, может быть, переделать, может, у нас будет конечный цикл здесь, не бесконечный. Забудем. Вот это пусть тут будет. Оно тут место не высидит, как говорится. Ну и самое главное здесь, вот вроде мы всё тут сделали, но самое главное, ничего это не будет работать, пока мы задач не создадим. А создадим мы её, когда получим IP. Ну и где-то вот тут. Создали. Вот такой вот стэк меренячий. Выделим. Я надеюсь, хватит его для нашей задачи. Тут же вроде как в словах, полусловах, ну где как, в зависимости от контроллера. Скорее всего в словах, поэтому в байтах тут будет гораздо больше. Ну стэка тут хватает. Я уже мучил многое. Нашу вот эту вот программку, которую мы сегодня пишем. Вроде глюков не замечал, сутками работало. Вот. Пятый приоритет, тут чуть-чуть побольше. Ну, тоже подобран. Хорошо. В принципе, мы всё написали. Прошиваем. И, вернее, собираем, прошиваем. Ну, понятно, что порт не тот у нас. Это как обычно. Введем порт. Диспетчер устройств. Порт у нас четвёртый. Вот. В какую-то не переднюю панельную USB-шку засунул я всё это дело. Порт появился. Ну, он как-то какой-то очень пляшущий. Сейчас попробуем. Сорок первый. Запомнили. Идём. Теперь мы… Ну, можно в common менять. Можно ещё менять под каждым проектом, потому что здесь знак вопроса стоит. Это позволяет всё менять. Пробуем. Опять не получается. Так. А что у нас тут вообще? Сорок первый сериал порт. Не виден. Хотя он у нас существует. Вот. Сорок второй. Ещё в одну воткнул. Ну, надеюсь, это надёжнее будет. Там я втыкал в третий. Теперь во второй USB. Угу. Тогда мы ставим тут сорок два. Угу. Пробуем. Ага. Пошло. Всё у нас пошло. Так. Терминальную программку подготовим. Вот. У нас видим мы светодиод уже засветился. Это говорит о том, что мы с точкой доступ соединились. Так. О. 115-200. Это вот. Ничего у нас тут нет. Connect. Вот у нас тут идёт. Это… Да. Задача такая дополнительная. Показывает, что у нас всё работает. Ну, вернее, что проект работает. Так. Почему-то пропало у меня соединение. А вот сокет binded. Не binded. Connected. Всё. Отлично. Запоминаем ещё вот что. 119-й. Зачем это нужен нам будет 119-й. Я потом расскажу. И можем, в принципе, отключаться. Так. Там 140-й. Мы с вами выставили. И по идее у нас уже сейчас мы можем спокойно на смартфоне запускать нашу программку. Ну, в принципе, её можно найти уже в запущенных. Она у нас уже запущена. Потому что старт. И вот у нас бегут тут наши с вами циферки. Вот. Ну, для чего был ещё написан клиент для Windows. Да. Смартфон – это хорошо, конечно. Смартфон – это удобно. Это будущее наше. Но нам бы пакетики посмотреть, да. Тут вот их тяжеловато смотреть. Но, тем не менее, скачивайте, ставьте. Всё будет работать. Всё будет нормально. Ссылочки все будут. И на программу под Windows будут. Ну, теперь Windows. Windows. Во-первых, айпишник, да. У нас у Windows будет другой. Это айпишник компьютера. Как его узнать, я надеюсь, многие знают тоже. Ну, тем не менее, мы сейчас давайте… Я вот так вот люблю делать командная строка. Ну, да ладно. Нам не нужна эта администратора. Поэтому Windows R, CMD и ipconfig. И вот тут всё нам тут расскажется. Ищем нормальный наш такой интерфейс. Вот наш Ethernet. Тут всяких виртуальных полно. А этот вот у нас 7.6. Поэтому 7.6. Идём сюда. И здесь уже будет не 140, а 7.6. Ну, можно вот так вот. Если у вас несколько устройств, там несколько смартфонов, можно сделать так и вот это закомментировать и потом менять. Я обычно так делаю. Ещё раз перепрошиваем. Собрав перед этим, соответственно, не забыв. А то он перешь прошьёт и без сборки. И причём старую версию прошьёт. Как правило, второй раз быстрее подключаемся мы к точке доступа. Теперь программа. Ну, давайте прямо попробуем, как положено. Вот это вот ещё не опубликованная текстовая версия на сайте. Вот тут будет у вас, и всё тут будет, в общем, как положено. По QR-коду вы можете пройти смартфоном и сразу попадёте на страницу закачки приложения. Вот UDP Server for Windows. Вот. Скачиваете. Даже можете никуда его не девать. Прям отсюда запустить. Ну, лучше, конечно, девать. То есть его устанавливать ничего тут не надо. Старт. И вот цифры побежали. То есть, ну, айпишник угадали. Здесь тоже прошит у нас порт. Всё нормально. То есть, можем даже проверить. Вот сейчас вот если мы отключим с вами нашу станцию. Всё прекратилось. И там RECO файлит. То есть, там таймер установлен. Сейчас подключим. Сейчас только соединится. И даже старт не надо будет нажимать. Там само всё пойдёт. Вот. Возобновил счёт. Ну, понятно, что с нуля. Вот так вот стоп. Можем. То есть, я не сделал защиту. Если вы не стопнете, то вы повиснете, если будет закрывать. То есть, перед тем, как закрыть предложение, обязательно остановить сервер. Старт. Всё. То есть, тут тоже ничего не настраивается. Никаких портов. Тут именно четыре тройки порт. Всё. Пакеты попёрли. А я вот для чего запустил. Я вообще хотел глянуть. Сейчас я на другой монитор уберу. Глянуть я вот, что хотел. Вайршарк. Запустить. Для чего же мы с вами 119 адрес то видели. Вот у меня тут сколько Ethernet. Ну, Ethernet вот такой вот. Просто Ethernet. А, ну вот. Вот так вот пишите. Фильтруйтесь по источнику, по приёмнику. У вас будет, конечно, не 119. Это то есть, адрес нашей платы. Нашего модуля. Вот. Иначе у нас там попрёт много левых пакетов. Вот. Теперь будут пакеты исключительно только наши. Вот эти 119. Тут можно в принципе посмотреть, что у нас всё передаётся вовремя. Только здесь там надо настроить, как время показывать. Здесь показывается не совсем в минутах-секундах. Ну, хотя в принципе разницы-то нет. Тут номерки пакетов. И вот 43. Так. 43. Так. 43. 0.1. Так. Ну да. 99. 0.0. 73. Вот. Ещё можно проверить как. И можно нашу программку. Вот она тут считает всё. Принести сюда её. Запустить. Вот так вот. Сейчас ещё разок. Вот. 8, 9, 10. Вот эта вот третья из конца циферка будет отсчитывать секунды. Вот так работает продвинутая задержка в фриртосе. Вот. То есть мы ровно 100 раз в секунду запускаем. То есть пакет у нас прут такие двухбайтовые. Давайте посмотрим наши пакеты. Во-первых, то, что здесь синие, это ещё не говорит, что тут нормальная контрольная сумма. Тут чуть-чуть по-другому настраивается. Я не буду вас учить работать с Вайдшарком. Я это уже всё просмотрел. Вот. Давайте остановим всё наше хозяйство и поглядим какой-нибудь пакет. Вот у нас data D139. Следующая D2 39. D3 39. Да. Видим. Младший байт у нас инкрементируется. Вот он сейчас дойдёт. Да. Сейчас мы вот так побежим, побежим, побежим. Так. Далеко мы не убежим. Давайте наоборот подальше отбежим. Вот E0. Что произойдёт, когда мы до FF. Видите, 21 перещелкнулся. То есть у нас тут всё правильно. В младший младший байт, в старший старший байт. То есть всё как учили. Вот. Ну посмотрим, из чего состоит у нас. Да. Вот у нас MAC-адреса здесь. Потом, ну да, MAC-адрес нашего источника, нашей платы, нашего модуля. И MAC-адрес приёмника. Это, ну, сетевая карта компьютера. Тип протокол распознал 0.800, то есть IP версии 4. Потом здесь ещё раз то, что версии 4, потому что это уже заголовок сетевого уровня. Здесь уже у нас есть и адреса. Вот он, что пришло со 119 на 7.6. А потом уже пошёл юзер-датаграм-протокол. То есть вот пришёл с 444 на 333 порт у нас. Вот. Длина общая соответственно 10, само собой. Потому что там порт приёмника, порт источника, контрольная сумма и данные 2 байта. Вот так, в общем. Всё у нас вроде бы хорошо и получилось. Ну, я надеюсь, что в данном занятии нам удалось создать простой UDP-клиент с использованием операционной системы FreeRTOS и библиотеки LWIP. Пусть этот клиент умеет пока только передавать данные, но самое главное, что мы с данного урока начали уже обмен данными по беспроводной сети с использованием контроллера ESP8266. Пока мы только подключались с вами, отключались. Ничего, мы пока ещё нормально, ну, с FreeRTOS не передавали. Вот теперь уже спокойно передаём. И как мы видим, что нам принесла с вами, во-первых, библиотека LWIP и операционная система FreeRTOS, на которую многие боятся. Мы видим то, что мы с вами настроили клиент очень просто. Вот если повыкинуть отсюда все эти похвалы в терминал, все проверки, то здесь практически вот объявили структуры, сокет создали, обнулили структуры, заполнили их, связали и вперёд. И работаем. То есть, и чем ещё хорош UDP, то, что даже если сервера не будет у нас, то всё будет передаваться куда-то. И как только сервер появляется, пошёл приём, или клиент отпал, сервер также не волнуется об этом. То есть, всё это не влечёт за собой каких-то глюков в соединении, в разъединении. То есть, данный протокол UDP, он соединение, ещё раз повторюсь лишний раз, не требует. Поэтому какие-то, если данные нужно с датчиков там, с каких-то передать, то это красота. Потому что это намного быстрее, когда соединение не требуется, и всяческих подтверждений пакетов не требуется. Ну, в принципе, для более гарантированной доставки, конечно, нужно какой-то ответ от сервера организовывать. Ну, либо не от сервера, ну, будем называть его сервером. На самом деле, у UDP, по большому счёту, не бывает ни серверов, никаких, ни клиентов. Они все узлы в нём, так сказать, независимые. Это всё это мы пишем виртуально, создаём этот сервер, не бывает там никаких серверов. То есть, мы можем использовать какие-то там хитрые байты концевые. Ну, то, что уже, во-первых, пакет дошёл, то он дошёл. Контрольный сумм, когда не в порядке, то пакет этот где-то там на этапе ещё того, как он распакуется, как он дойдёт до сервера, он, то есть, убивается. Не доходит. Ну, можно, в принципе, если какие-то там данные очень такие ответственные передавать. Конечно, нужно обязательно использовать какие-то либо дополнительные проверки, либо отклики от сервера. Ну, мы с вами не то, что этим займёмся в следующем подобном занятии. Мы займёмся вообще с вами... Я в сервер добавлю ответ на наши цифры. Ну, ответ он будет, наверное, простой. Я из 32767 отниму то, что пришло. И всё это будет нам возвращаться в наш клиент. И мы уже здесь напишем с вами ещё приём данных. Вот это будет вот следующее занятие по ESP 8266, я надеюсь. Ну, понятно, что потребуется мне и сюда всё это дописать. Ну, в принципе, я уже дописал. Вот тут минуса у нас пошли на убавку. Итак, разрешите с вами попрощаться до следующего урока. Смотрите также уроки по другим контроллерам. Частность сейчас идёт по F400 и M32. Также пишите комментарии, жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравился данный урок. Подписывайтесь на канал. Включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Всем пока. Всего хорошего. Всем доброго здоровья.